Наступление ВСУ идет, но медленно. Армия России переходит к активным атакам. Никаких данных о потерях. Гибли люди батальонами, а губернаторам разрешили давать 2-3 фамилии в неделю. Кремль рекомендует не публиковать некрологи российским солдатам. Миллион за подбитый танк. Премию вручили, но тому ли? Что не так с новостью Минобороны? А в Атлантическом океане четвертый день ищут подводную лодку с туристами. Об этих и других событиях дня сегодня в среда, 21 июня. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Ну а начну с падения беспилотников. Под Москвой в Минобороны России заявили, что пресекли атаку украинских дронов на объекты в Московской области. Но не уточнили, на какие именно. По данным ведомства, речь идет о трех беспилотниках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение двух беспилотников и даже опубликовал фотографии с мест падения. По его словам, они были сбиты на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец в Нарафоминском районе. Как пишет Крымреали, там дислоцируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии. Разрушений пострадавших нет. Третий дрон, по сведениям российских информационных телеграм-каналов, взорвался в небе в районе деревни Лукино, примерно в 13 километрах на юг от окраины Москвы. Местные жители услышали громкий звук около пяти часов утра. Место происшествия цепили. Проснулся в пять часов утра, налил себе кофе, завтракать сел. Во время кофепития резкий хлопок, очень сильный, мощный. Выскочил на улицу, видел дым. С левой стороны там общежитие есть, за общежитием дым шел белый. Ну, сел опять кофе пить. Украинские города этой ночью также подверглись атаке беспилотников. Это происходит почти каждый день. После полуночи тревогу объявили на севере Украины, а Кутру она распространилась на центральные и западные области. О взрывах сообщили власти Хмельницкой области. Однако, командование Воздушных сил Украины в утренней сводке отчиталось, что все атаковавшие этой ночью Украину беспилотники, это шесть дронов Камикадзе-Шахет, были сбиты. За минувшие сутки силы ПВО также сбили четыре разведывательных беспилотника, добавили в воздушных силах. Российские удары с применением беспилотников и ракетные обстрелы за месяцы войны привели, как говорят украинские власти, к значительным разрушениям, в том числе гражданской инфраструктуры и объектов энергетики страны. Политические деловые лидеры со всего мира проводят в эти дни в Лондоне конференцию по восстановлению Украины. США уже заявили, что направят Киеву еще 1,3 млрд долларов, чтобы помочь пострадавшей от войны стране восстановить свою энергосистему, железнодорожные пути и другую критически важную инфраструктуру. Дополнительные средства также пообещали в частности Германия и Франция. О размере необходимой помощи на конференции в Лондоне говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Наши партнеры уже пообещали 4,3 млрд долларов из общей суммы в 14 млрд, необходимых для скорейшего восстановления в последующие 12 месяцев. Но нам нужны еще 6,5 млрд. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – заручиться обещаниями на эту сумму по итогам конференции. Я добавлю, что в целом, по оценкам Всемирного банка, на реконструкцию Украины может уйти более 400 млрд долларов. К другим темам. На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили начальника штаба 35-й общей войсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева. Предположительно, он погиб в Запорожской области Украины. Об этом написало издание «Фонтанка». Они опубликовали фотографии с места захоронения генерала. Отмечается, что накануне снимки в редакцию прислал читатель. На них, в частности, видна табличка на могильном кресте с днями рождения и смерти. Датой смерти указана 12 июня. Гибель генерала Горячева ни Министерства обороны России, ни Кремль официально не подтверждали. О том, что он погиб 12 июня в результате ракетной атаки ВСУ на так называемом Времьевском выступе, написал вечером того же дня российский провоенный блогер Юрий Котенок. Гибель российского военачальника также подтвердил представитель назначенной России администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов. Похороны Горячева, по информации «Фонтанки», прошли в минувшее воскресенье с военными почестями. По данным важных историй, Сергей Горячев стал десятым российским генералом, погибшим в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. Тем временем, Кремль рекомендовал главам российских регионов не публиковать некрологии местным жителям, погибшим на войне в Украине. Об этом сообщает издание «Верстка» со ссылкой на анонимные источники в Госдуме. Журналисты утверждают, что также получили подтверждение этой информации от представителей властей нескольких регионов Бурятии, Тывы, Вологодской области и еще трех областей, в которых потерь особенно много, но которые в материале «Верстке» не называются. Причина рекомендаций, по словам источников СМИ, в том, что публикации некрологов тревожат россиян, а независимая пресса использует их для подсчета общего числа потерь российской армии. Ранее издание «Сибирь Реалия» сообщало о том, что рекомендацию от Министерства обороны не публиковать некрологи погибшим в Украине получили власти Хакасии. Последний некролог военному из этой республики был опубликован в конце апреля. Ну а недавно мы и рассказывали, что журналисты Русской службы и Би-Би-Си совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров, которые ведут собственный подсчет военных потерь в Украине, установили на середину июня имена более 25,5 тысяч погибших россиян. Речь идет только о тех данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам. Минобороны России не сообщало о количестве потерь уже более 9 месяцев. До этого ведомством приводилась цифра в 6 тысяч погибших. Генштаб ВСУ оценивает российские потери в 222 тысячи убитыми. Редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин назвал некритичным для расследователей то, что Кремль сейчас пытается остановить публикацию некрологов в регионах. Конечно же, это не очень хорошо, когда у нас исчезает один из источников информации, но для нас это не критичный источник информации уже давно, потому что губернаторы были таким источником информации, наверное, в первые недели войны. И вот это было сломлено, тоже, наверное, скорее всего, по указке Кремля, что давайте дозированно по 2-3 человека давать. В день погибало несколько сотен человек, гибли люди батальонами, а губернаторам разрешили давать 2-3 фамилии в неделю. Ну и теперь, собственно, о ситуации на фронте. Украинское командование сообщает о продвижении ВСУ примерно на километр на всех направлениях своего наступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Малер, сейчас украинские военные наступают в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Давай-то туда, вот там тоже есть, туда, пацаны, давай-то сюда, туда, давай, 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 пацаны. Следующий, переходи дорогу! Раз, два, три, давай! Это бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они регулярно выкладывают видео боев. Военнослужащие, как утверждается, закрепляются на новых занятых позициях на Бахмутском направлении. Хотя здесь, как утверждают в Минобороны Украины, в основном ВСУ все-таки сдерживают наступление российских военных, так же, как и на Лиманском направлении. Армия России активно наступает в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области. Готовь гранату! По заявлению замминистра Минобороны Украины Анны Малер, восток Украины остается основным направлением атак россиян. При этом она подчеркнула, что главный удар наступления ВСУ в Запорожской области еще не произошел. Враг сдавать позиции просто так не будет. Идут ожесточенные бои. Это было цитата. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что спустя несколько недель после начала контрнаступления Украины продвижение на поле боя идет медленнее, чем хотелось бы. Но это не голливудский фильм. Некоторые ждут результатов прямо сейчас, но на карту поставлены жизни людей, отметил Зеленский в интервью BBC, сказав, что приходится учитывать и то, что российские войска заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории. Впереди у украинского военного командования довольно тяжелые времена, отмечает политолог Александр Морозов, так как ВСУ стараются вести боевые действия с соблюдением международных конвенций и минимизируя потери среди гражданских. А во время наступления и освобождения своих территорий это довольно сложно. Кроме того, по словам Морозова, Кремль не собирается заканчивать войну и вполне, возможно, готов перейти красные линии, если новое наступление российской армии не принесет успеха. Я бы считал, что в течение двух лет война не закончится. При неудаче второго путинского наступления мы войдем, как я думаю, в третью фазу этой войны, в которой будет реалистично то, что сейчас кажется малореалистичным, но то, что учитывается сейчас уже военными экспертами стран НАТО, то есть действительно использование тактического ядерного оружия, использование боевых отравляющих веществ, использование других типов гибридной войны, то есть подрыв кабелей подводных, атаки на чужие порты. На мой взгляд, глобальный альянс поддержки Украины не даст Путину зафиксировать какую-либо победу в этой войне для Кремля. Поэтому для Кремля возможно только поражение, и вопрос только цены этого поражения. Скорее всего, цена этого поражения будет очень высока. Но вот что касается оружия массового поражения, то ранее на этой неделе президент США Джо Байден назвал реальной угрозу того, что российский лидер Владимир Путин отдаст приказ применить в ходе войны в Украине тактическое ядерное оружие. Ряд аналитиков на Западе опасаются, что Россия может использовать такие средства против Украины в случае неудач на фронте. Премию в 1 миллион рублей за подбитый в Украине танк «Леопард» выдали российскому военному Андрею Кравцову, сообщило Министерство обороны России и даже опубликовало видео с вручением сертификата. Награждал раненого солдата-сенатор от Новосибирской области известный спортсмен Александр Карелин. Это первое официальное сообщение о награждении военного за уничтожение танка в Украине. Правда, сам Андрей Кравцов при этом потерял в боевых действиях руку. Он не сможет вернуться работать на завод, а его напарник погиб. Отмечу, премиальное выделило не государство, а сибирский фонд, который формируется из взносов бизнесменов. Те, кто, у кого там бизнес со своих барышей, пришли к тому, что делает государство. Ну, дополнение. Я надеюсь, что тебе это дополнение поможет. Здесь на миллионах есть сертификат. Сейчас карточки возьмут у тебя все. Тебе на карточку этот миллион придет хорошо. И поиск, какая мы сейчас из того, что ты рассказываешь, дашь своего романкометчика телефон, свяжемся с семьей, и ему точно так же миллион перечислить хорошо. Я выстрелил, там пошел дым. Ну, и я узнал уже, находясь в госпитале, что, оказывается, это был немецкий леопард. Я не за миллионами доходил, если честно. То бишь, и не за наградами. Я патриот, я левлю свою страну. Но вся эта история, скорее всего, фейк. К такому выводу пришли журналисты Радио Свобода. Дело в том, что Андрей Кравцов, который, как утверждается, подбил леопард 12 июня, получил от президента России орден мужества. Кравцов рассказал тогда Путину, что ему ампутировали руку из-за ранения, которое он получил в окопе, зачищая лесополосу, а также, что он из Приморского края. Но ни о каком танке в разговоре с Путиным не упоминалось. Кроме того, контрнаступление в Запорожской области началось, по данным Минобороны России, 4 июня. И вот здесь возникает ряд нестыковок, на которые обратил внимание мой коллега Марк Крутов. Первое, на что мы обратили внимание, что этот же военнослужащий Андрей Кравцов появляется на видео, снятом за 8 дней до вчерашнего дня, 12 июня, во время знаменитой встречи Шойгу и Путина с ранеными военнослужащими в том же госпитале Вишневского. И первый вопрос, который возникает, а почему же тогда было не объявить торжественно о том, что вот этот военнослужащий получает первый миллион рублей за подбитый леопард? Ну и второе, что обращает на себя внимание, что раз он был там 12 июня и встречался с Путиным, а леопарды впервые были замечены в боевых действиях на Запорожском направлении во время украинского наступления 5-6 июня, то как же быстро все должно было произойти, особенно учитывая, что мы знаем от военкоров, которые недавно были на встрече с Путиным в Кремле, что всем им пришлось отсидеть недельный карантин. То есть Кравцов должен был быть в больнице на карантине как минимум с 5 июня, то есть с того самого дня, когда леопарды были впервые замечены. Здесь многое не сходится, и стоит еще обратить внимание на его соседа по палате, которого мы тоже нашли. Он буквально месяц назад еще был волонтером во Владивостоке в одном из приходов местной православной церкви. Получается, что за это время он успел побывать на Украине, был там ранен, и вот тоже оказался в Москве в госпитале. И еще одна деталь. На видео, где Карелин выручает чек на миллион рублей за побитый леопард Кравцову, тот сидит просто в больничном халате, в Минобороновском, а на видео 12 числа он с орденом мужества, который ему торжественно вручил Путин. Почему он снял этот орден мужества вчера, чтобы быть на видео с Карелином, совершенно непонятно. И к другим темам. Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпиня диктатором. Байден также сказал, что у Китая сейчас реальные экономические трудности. Комментарии прозвучали в Калифорнии на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании главы Белого дома. Говоря о Си, американский президент упомянул про сбитый в феврале китайский аэростат. Американские военные утверждают, что шар, замеченный ранее в воздушном пространстве США, был оснащен шпионским оборудованием. Власти КНР утверждали, что это был сбившийся с курса метеозонд. По словам Байдена, китайский лидер был обескуражен информацией о сбитом аэростате, поскольку не знал о местонахождении аппарата. «Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло», отметил Джо Байден. Китайские власти уже назвали комментарии Байдена политической провокацией. «Высказывания американской стороны крайне абсурдны, безответственны и серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая. Это открытая политическая провокация. Китай крайне недоволен и решительно выступает против». Заявление Джо Байдена прозвучало через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Пекине переговоры с СИ. Целью их встречи и в целом поездки Блинкена в КНР были названы попытки ослабить напряженность между двумя мировыми державами. В Пекине нынешний уровень отношений с Вашингтоном называют самым низким с момента установления связей. И февральский инцидент с аэростатом лишь усугубил дипломатический кризис. Блинкен, говоря в Пекине об этом инциденте, подчеркнул, что он должен стать закрытой главой. Причиной напряженности остается, однако, Тайвань. Среди прочего США предостерегали Китай от поставок оружия России, ведущей войну в Украине. И еще одна тема этого выпуска, которой в последние дни приковано внимание в Атлантическом океане, ищут пропавшую подводную лодку. Она направлялась к месту крушения Титаника. Спасатели зафиксировали шумы, похожие на стук, в районе поисков. Пока это не помогло найти саму субмарину, но, по словам специалистов, шумы дают надежду, что экипаж может быть все еще жив. Частная подводная лодка с туристами пропала в Атлантическом океане в начале этой недели. В понедельник на борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хемиш Хардинг, а также основатель компании, которой принадлежит сама субмарина. Они планировали двухчасовое погружение к месту крушения Титаника, но потеряли связь. Что именно произошло с аппаратом, неизвестно. Предполагается, что могло произойти короткое замыкание, возникнуть неполадки с электроснабжением. Кроме того, аппарат мог слишком близко подойти к самому Титанику и застрять в конструкциях. Сообщалось, что запаса кислорода на борту лодки хватит до утра четверга. Спасательная операция продолжается. Что ж, на этом у меня сегодня все. Мы будем и дальше следить за тем, как развиваются события. Вы подписывайтесь, оставляйте комментарии под этим видео. Ну и, конечно, берегите себя. Я Мелла Небачина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова